Итак, снова я, Евгений Фудоркошев, прортретий. Как правильно учиться управлять кроватью? Кровать является неотъемлемой частью спального расположения. По кровати судят весь спальняк, так называются в армии. И мы сегодня научимся правильно управлять кроватью. Кровать составляет кровати, это следующее. Две простыни, полностью одинаковые. Ну, может быть, там чуть больше, чуть меньше, это без разницы. Так, две простыни. Есть. Далее подушку. Подушка сверху накрывается налочкой. Налочкой. И одеяло. Одеяло. Обратите внимание, на одеяло есть три полоски. Три полоски, для чего они предназначены. Для того, чтобы отравнять спальное расположение в целом. В последствии я вам покажу, как это все управляет. Значит, военнослужащий, поспал дочь на кровати, встает, расправляет всю кровать, берет матрас, сворачивает, кладет на душу. Далее, есть под матрасом такая ткань, называется под матрасом. Она состоит из следующего, или строится следующий план. Ткань расстилается по периметру кровати, по краям, раз, два, три, четыре, и по центру. Крепится на резиночках. Резиночка может быть 6-8. Вот. Натягивается. Для чего она предназначена? Для того, чтобы не рвать сторону матраса. Чтобы они цеплялись за железочек и за все. Так. Натянули. Раз, правильно. Чтоб не было никаких, никакой пыли, ничего такого. Стянули. Матрас. Кладется таким образом, чтобы часть, на которой спал военнослужащий, была обращена к под матрасом. С другой стороны. Ну, тупо вы переворачиваете матрас. Все. Перевернули. Далее берется просто. Одна из простыней. Кладется на матрас. Если у нас здесь голова, а у нас здесь голова, мы поднатягиваем простыень таким образом, чтобы срез данного простыня был по срезу матраса. Разглаживаем все. Разглаживаем. Сворачиваем края. Края просто, в принципе, кладутся так, чтобы они были одинаковы. И с одной, и с другой стороны. Подворачиваем эти края. Подвернули. Расправляем открываться. Расправляем. Заворачиваем второй край. Натягиваем. Все. Если просто позволяет, да, то у нас не позволяет, у нас не хватает. То здесь мы делаем кармашек. Вот. В последующем на одеяле я покажу, как кармашек делается. Кармашек в ногах. У нас она короткой просто, и не хватает. Следующий. Берем вторую просто и сворачиваем ее таким образом, чтобы она была, опять же, по периметру матраса. Вот. И если смотреть сверху, закрывала матрас полностью. Но не вылазила за пределы его. Еще очень такая частая ошибка призывников, которые призвались недавно, да, они сворачивают просто так, что швы, которые вот края, да, если здесь стоит кровать соседа, то вот эти края обращены от соседа. Это неправильно. надо сложить вторую просто так, чтобы края были обращены к соседу. Для того, чтобы у вас не было там видно, что кровать заправлена плохо, криво. Вот. И если смотреть с этой стороны, то здесь будет ровная кромка, закрывающая вторую просто. расправим, сложили, расправили. Далее берем заворачиваем верхнюю просто. Заворачиваем. Завернули. Поднимаем под раз. Поднимаем примерно на половину того, что завернули. завернули. Заворачиваем вторую просто. Сверху матраса. Обратите внимание, натягиваем вторую просто. Придерживаем внизу рука. Сложили. Здесь натянули, здесь натянули. Раскладили. Готово. завернули. Все, ровно красиво. Далее переходим к одеялу. Одеяло. Опять же, повторюсь, если посмотреть на одеяло, то внизу есть такие полосочки. Данные полоски кладутся в ноги. А вот этот треугольничек, если спать на кровати, кладется левая часть ноги. Значит, кладем там треугольничек. Да? положите одеяло. Опять же, сделим одеяло так, чтобы этот край и этот край у вас были, в принципе, одинаковые серии. Положили. Подтягиваем одеяло так, чтобы завернуть вот эти полосочки. у нас край самый верхний, то есть нижний к нам полосочки был то есть по кантику нижней полосочки. Тягиваем на себя. Подтянули. дали не буду. Дали подтянули. Пол кровати на лед подтянули. Так. Почему я заменил ту одеяло? Потому что он был слишком короткий. По следующему вы посмотрите. Так. Постелили. Завернули. Да? Завернули. нижнюю полосочку по краю подтянули для себя. А вот. Подтянули. Далее что делаем? Подворачиваем края. Первый край подвернули. Почему я начал именно с этого края? Для того чтобы быть четче некоторые подворачивают этот край потом этот. В принципе без разницы. Главное кровать натянуть. Чтобы одеяло было смотрело красиво. Тяг. Второй край подворачиваем. Подвернули. подвернули. Поправим. Далее. Делаем конверт. Как уже вышли отвернули. Отворачиваем раз. Расправляем громкие одеяла. И сворачиваем по подраце. Кладем и таким образом у нас получается три полоски который расположен на ногах. Ногах. Так. Расправляем. Тягиваем. Так. Обратите внимание на изголовье. То есть изголовье мы заворачиваем на одеяло. Таким образом чтобы край одеяло был примерно вот на ладони от дужки кровати. Заворачиваем. Завернули. Натянули. Расправим. И в последующем в принципе кровать можно отбивать отбивами. Отбивами отбиваются одна сторона вторая сторона вверх кровати. Для того чтобы кровать была ровная. Далее кладем подушку. Ну она в последующем будет отбита. Кладем подушку данным срезом куда засовывается подушка на лочку к соседу который спит рядом сверху по второму крючку который расположен на кровати. Вот он. во втором положили таким образом у нас получилось заправлять кровать правильно.